Всем привет! Знаете, что я больше всего люблю делать? Загадывать желания и делать все возможное, чтобы они исполнились. Для этого я применяю различные техники. Я бесконечно верю в списки желаний и сегодня поделюсь, как я с ними работаю. Вы также можете писать в комментариях, как вы работаете со своими желаниями. Тем более декабрь, такой месяц, все загадывают желания, мне кажется. Но разница в том, можно загадать желания и вообще ничего не делать для его исполнения после Нового года. Можно в течение года как-то немножко поработать над этим. Я обожаю работать со своими желаниями, а декабрь у меня такой месяц рефлексии. Я анализирую весь прошедший год, смотрю, что сбылось, что этому поспособствовало, пишу новые списки. И как-то так интересно это все проходит, меня это очень вдохновляет. Все, что я иногда читаю, я пытаюсь все применить, потому что, ну, почему бы и нет? Возможно, это будет самая рабочая схема для работы с желанием, поэтому я их тестирую. И сегодня я вам покажу два своих дневника, в основном, с которыми я работаю. Такие основные, да. Еще у меня есть куча всяких небольших, но это такие самые глобальные, да, где у меня все записано. Их я, когда мы экстренно собирались в дорогу, практически самыми первыми положила. И потом, когда мы уже переживали, не будет ли у нас перевеса в чемоданах, что можно оттуда выкинуть, я говорила все, что угодно, только не мои дневники. Дневники – это самое вообще главное, самое must-have, что я беру с собой обязательно. И вот это должно быть со мной по-любому. Вот этот вот журнал, Happy Me, он разделен на пять разделов. И на самом деле это очень классно. Мысли, чувства, действия, отношения и я. Я как личность, я как самоценность. И даже если этого журнала нет, то приблизительно вы сейчас все равно поймете эту схему работы, как это все взаимосвязано и как можно применять что-то из того, что я скажу, даже если у вас этого дневника нет. Потому что наши мысли влияют на наши чувства, влияют на наши действия. И получается, что это все взаимосвязано. Я, бывает, заполняю все пять разделов. Бывает, думаю, так, сегодня мне нужно поработать над своими мыслями. Потом думаю, так, нужно мне поднажать в своих действиях. И то есть в зависимости от настроения и того, что я хочу в ближайшей перспективе получить или от своего эмоционального состояния, я выбираю, какой раздел я буду заполнять. Первый раздел – мысли. Известно, что 95% мыслей в голове повторяются, и 80% из них негативные, среднестатистически. И если над этим не работает, то вы представляете, в какую вот эту мысленно-негативную, эмоциональную яму можно провалиться. Соответственно, мы можем выбирать свои мысли. Я отвечаю на вопрос, о чем я хочу думать, да? Что в этом может помочь еще? Какая-нибудь аффирмация, медитация. Потом я задаю, я отвечаю на вопрос, что сделает мой день классным, например. И, конечно, мой день делает классным, если я что-то сделаю, чтобы приблизиться к осуществлению своего желания, да? И какие же это желания? И я пишу пять мечт, которые я уже осуществила, но которые еще на самом деле не сбылись, но я вот как бы самопрограммирую, что это все есть в моей жизни, и это сбылось. И это уже совершенно другой ход к своему мышлению, на то, что получится, что я могу сделать, о чем я могу думать, чтобы вот так, как я вот все расписала, и будто это есть уже в моей жизни, чтобы вот это случилось в реальности. Дальше раздел чувства. Ведь, по сути, мы не обязаны постоянно быть на каких-то суперпозитивных вибрациях, то есть всяко-разно случается, и мы можем испытывать абсолютно разные эмоции. И это абсолютно окей, это абсолютно нормально. И все эмоции нужно проживать, да? Им можно дать какое-то название. Что я сейчас чувствую? Вот на самом деле, что вы сейчас чувствуете, вы можете прописать себе где-либо. И мне очень нравится вопрос, если бы эта эмоция могла говорить, о чем бы она мне сказала, да? Вот тут мы можем проложить такую дорожку причинно-следственных связей. То есть вот это все, что я сейчас чувствую, оно почему-то пришло в мою жизнь, и что-то хочет мне сказать, чтобы я там дальше так не поступала. Или что-то, что-то такое, вот каждого индивидуальное, да? Вот что хочет вам сказать эта эмоция, которую вы сейчас чувствуете. Дальше, что вы хотите чувствовать, да? Вот, конечно, да, сейчас мы проживем все, что вот там такое не суперское, да, пришло в нашу жизнь. А что я хочу чувствовать? И что я для того, чтобы так себя чувствовать, готова сделать, да? И тут же опять вот работа, да? Вот я хочу чувствовать, я хочу что-то получить, и я что-то для этого могу уже сейчас сделать, чтобы вот все то, что я понимаю, что произошло, хорошо, но мне уже хочется по-другому, да? И идти в сторону своих желаний. И самый шикарный вопрос, что мне хочет сказать моя интуиция? Не вот это все, я же умный человек, да мне же надо, я вот, у меня тут обязанности, всякое такое. Вот разум, голос разума. А просто иногда прислушаться к бессознательному, да? Вот что хочет вам сказать ваша интуиция? Кстати, слушать свою интуицию – это одна из частей коучингового образа мышления, да? Вот коучинговый образ мышления включает в себя слушать свою интуицию. И вот прислушаться, да, вот что она хочет вам сказать. Действия, ну на самом деле это вообще шикарный раздел, да? Потому что любое действие или бездействие к чему-то приводит или от чего-то отходит. И над этим тоже очень классно поработать, выбирать те действия, которые нас приводят к тому, что мы хотим. Можем делать что-то новое, что-то классное, то, что мы откладывали. Но все-таки рано или поздно мы приходим к тому, что все-таки стоит это сделать, чтобы твое желание исполнилось. И можно выбрать цель, которую вы фокусируетесь сегодня, да? Вот сегодня вы хотите получить определенный результат. И какие пять шагов вы сегодня в состоянии сделать, или я сегодня в состоянии сделать, чтобы вот к этому прийти? Еще такой классный пункт в жизни моей мечты у меня есть. И я пишу, что я представляю из жизни моей мечты. А потом очень классно анализировать действия, которые я выбираю. Которые я выбираю, могут ли меня привести к жизни моей мечты или не особенно. И, может, стоит выбрать другие действия. Дальше отношения. Можно задавать вопрос, что я хочу больше в своей жизни, и кто мне может с этим помочь. На самом деле вообще нет ничего такого, я не знаю, какого-то преступления в том, чтобы кому-то обратиться за помощью. Сейчас огромное количество помогающих специалистов. Обращаются ко мне, к коучу, обращаются к менторам. Есть огромное поле возможностей, как можно решить свой запрос. Можно и к астрологу, и к нумерологу. Но все равно потом нужно самому что-то делать. Просто это помогает понять какой-то вектор движения. Или это подруга, или это наставник, консультация может быть какая-то. Все, что угодно. Вот я, когда упираюсь в какую-то стену, я думаю, так, окей, как я теперь могу эту стену обойти, перепрыгнуть, разрушить? Кто мне может в этом помочь? Я в этом году пользовалась услугами коучей, покупала себе различные курсы. Также астролог мне рассчитывал в соляр. Если кратко, это заказывается перед днем рождения, а делается в день дня рождения и 12 дней после дня рождения. То есть 12 дней равно 12 месяцев. И каждый день ты проживаешь так, как ты хочешь, в определенной сфере жизни, чтобы потом прошел в этой сфере весь твой год. То есть это ты создаешь намерения и уже новые нейронные связи, как ты хочешь, ты показываешь вселенной, как будто бы. Сейчас у меня присутствует формат банди. Мы с девочкой ставим цели, поддерживаем друг друга и раз в несколько недель созваниваемся, озвучиваем друг к другу, какие-то задаем вопросы и вот таким свежим взглядом даем какую-то обратную связь друг к другу. Мне это очень нравится. И еще мне в этом месяце будет консультация ментора. Там мне нужна именно консультация эксперта по одному вопросу, чтобы человек поделился со мной своим опытом. Мне кажется, это будет очень круто и интересно. Вот, поэтому все, что мне хочется, я сразу думаю, я могу справиться с этим сама и может кто-то в этом помочь, как я могу создать максимально это намерение, чтобы все-таки прийти к тому, что мне хочется. Ну и пятый раздел «Я». Это вот все начинается, наверное, с этого. С ощущения собственной важности, ценности, какой-то такая самоидентификация. Такое, как это, знаете, как благодарность себе. Вот поблагодарить себя и подумать, как я могу к себе относиться еще лучше. Потому что если мы в таком загнанном состоянии, то желания свои исполнять очень сложно. А на все это должно быть энергия. Поэтому вначале мы хорошо к себе относимся. Мы понимаем собственную ценность. Потом уже выбираем мысли максимально, которые работают на нас. Эти мысли приводят к определенным чувствам, и нам хочется делать определенные действия. И мы еще можем воспользоваться чьей-то помощью, подсказкой, чтобы расширить картину своего мышления и, возможно, добавить абсолютно новых действий в свой путь. Вот. Я, конечно… Ну, это очень кратко. Такие основные глобальные разделы. На самом деле тут есть много всего интересненького и полезненького. И самый-самый мой любимый журнал. Это такой вот Dream Year 2022. Там тоже очень много классных разделов. Я уже себе заказала Dream Year 2023. Я надеюсь, что до Нового года он придет. Вот здесь 100 моих желаний. Помимо 100 желаний я пишу, кем я хочу быть, что я хочу делать и что я хочу иметь. Вот все свои видения вот на бумагу. На бумагу. И потом эти видения можно трансформировать в цели, а цели можно трансформировать в какие-то шаги. Он такой… Начинается все с такого смечтательного, да. А потом это уже такое как бы вот работа, да, начинается. То есть по месяцам, по неделям, на каждый сезон. Лето, осень, зима, колесо баланса, чтобы посмотреть, как вы двигаетесь, продвигаетесь или не продвигаетесь. Каждый месяц я пишу, что у меня получилось. Это на самом деле очень классно, потому что, знаете, если ничего не записывать, то к концу года можно подумать, «Прошел год, и ладно». Ну, я вот против того, чтобы себя обесценивать, поэтому я все записываю. Все свои победы, все, что у меня сбылось. Если что-то вот хотелось, но не сделалось, на что я тратила больше всего времени, да, что меня от этого уводило, и на что я могу потом потратить свое время, как я могу расписать, что я буду делать в дальнейшем этом понеделем, какие будут у меня привычки, да, потому что ведь путь к цели – это что на самом деле? Это привычки, это то, что мы делаем, да. Вот есть у нас рутина какая-то, да, но рутина бывает разная. То есть можно сделать такие привычки, которые приводят тебя к тому, что ты хочешь. Вот. И все еще у меня есть очень много различных блокнотиков. Я периодически подключаюсь к каким-то проектам и где-то просто это все пишу. И вот бесконечно в это все верю, работаю со своими желаниями, и часть какая-то исполняется, да. Вот Канада тоже когда-то была такой мечтой. Теперь я здесь. Сфотографироваться с Монатиком и поблагодарить его за творчество. Все говорили, что это вообще crazy идея, зачем мне это надо, а я хотела. И несколько лет писала, что я встречусь с Монатиком, и я смогу сказать ему спасибо. И это произошло в декабре прошлого года. Вот. Я была в Киеве на концерте, и после концерта была такая возможность подойти, сфотографироваться и сказать несколько слов, которые я хотела сказать. Это, конечно, вообще... Это просто взрыв эмоций был. Это очень яркий момент. и запоминающийся в жизни. Еще я хотела работать там с людьми в сфере IT, как ментор, как коуч. И я хотела работать там, например, с каким-то женским проектом. И вот, например, соединилось все в этом году в одном желании, что я была ментором в женском IT-проекте. То есть три желания сбылось в одном, да. Когда я увидела там набор менторов, я сразу вспомнила, что я когда-то это загадывала, а значит, нужно подать заявку. То есть это вот так, как это все работает. Если у нас фокус на наших желаниях, и мы знаем, что мы хотим, мы видим, что-то замечаем, что-то такое, о, да это тоже, что я хочу, мне нужно это взять, да. Потому что если не знаешь, чего хочешь, как можно заметить в пространстве дары, которые вот предоставляют тебе жизнь, чтобы твое желание исполнилось. Если это метафорически, как это представлять, да, вот река, да, можно ехать на корабле, как капитан управлять, знать, куда тебе нужно, у тебя есть карта, да, карта, куда ты хочешь приплыть. А можно просто прыгнуть в реку, барахтаться и вообще не понимать. Туда тебе, туда, туда. Потом придет какое-то течение и просто понесет. И такими квадратами глазами ты думаешь, господи, куда меня несет, а кто его знает куда. Да, если человек, ну, не знает, чем он хочет, то и попадет он непонятно куда, мне так кажется. Поэтому закатывайте желания, управляйте вот этим своим кораблем жизни. Я желаю всем, чтобы ваши желания исполнялись. И вот поделилась немножко, своими такими методиками, как я работаю со своими желаниями, потому что декабрь – это такой месяц, когда хочется загадывать, хочется мечтать. Ну и, конечно, стоит что-то делать, чтобы это все исполнилось. И на самом деле это очень круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!